Мой вопрос сразу вам обоим адресован. Вот вы в своих выступлениях упоминали ту санкционную войну, которая развязана против нас, против вас. И мы видим то, что планомерно давление усиливается. И с последнего это закрытие транзита колейных удобрений. России все грозятся превентивными санкциями, которых вы доселе не видели. И в связи с этим вопрос, Александр Григорьевич, вы упоминали, что был принят ряд каких-то решений, распоряжений. Вот буквально сейчас во время переговоров. Какие вы видите возможное антисанкционное противодействие? И мы очень часто говорим о том, что в контексте интеграции, в кооперации силы, вот в контексте противодействия санкциям, в чем она? И кто нам здесь может помочь? Мы сами себе должны в этом смысле помогать. И как раз на это и направлена наша сегодняшняя встреча. Это прежде всего в центре нашего внимания находилось. Александр Григорьевич уже об этом сказал. Это экономические вопросы, вопросы экономического взаимодействия. Ну, так очень хорошо, образно Александр Григорьевич сказал, что мир большой, все на замок не закроешь. Это так оно и есть на самом деле. Я присоединяюсь к такой оценке. Мы говорили по всему комплексу проблемных вопросов, в том числе и о том, который вы упомянули. Я сейчас не буду говорить о деталях, но решение всегда есть. А в каком направлении нам нужно двигаться в целом? Я уже говорил, а хочу подчеркнуть. Вот это санкционное давление, во-первых, оно является абсолютно нелегитимным. Это грубое нарушение международного права, о котором те, кто сейчас говорит об этом, заботятся только тогда, когда им это выгодно. А когда не выгодно, они с удовольствием забывают про все нормы международного публичного права. Мы это прекрасно и понимаем. К сожалению, мы живем в такой парадигме уже много-много лет, потому что власть, придержащие, как они считают себя хозяевами, хозяева жизни сегодняшней, они всегда интерпретируют всё только в свою пользу и пренебрегают интересами других. Но путь преодоления вот такого состояния дел только в одном – укрепляться самим изнутри. И прежде всего, конечно, в сфере экономики. Вот вы говорите о санкциях. Санкции будут вводить в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, допустим, связанный с событиями на Украине, или нет такого повода, он будет найден. Потому что цель в другом. Цель – затормозить развитие, в данном случае, России и Белоруссии. Вот преследуя эту цель, всегда будет найден повод для того, чтобы ввести те или иные ограничения, нелегитимные, я повторяю, и это не что иное, как недобросовестная конкуренция. Вот, собственно говоря, в этом всё дело. За предыдущие 8 лет многое было сделано в России на этом направлении. Это называется импортозамещение. Мы не всё сделали, что планировали, но в целом, можно сказать, на 90 с лишним процентом задачи, которые мы перед собой ставили и формулировали, решены. Нам ещё многое предстоит сделать, и это называется повышением уровня экономического суверенитета. Многие страны мира сталкиваются с сегодняшними ограничениями, даже союзники Соединённых Штатов. Просто рот закрывают, молчат, терпят, но, как я много-много-много лет назад уже говорил, никому это не нравится. И вторичные санкции не нравятся, и прямое санкционное давление не нравится. Рано или поздно этот нарыв, конечно, прорвётся. Но для нас сегодня важно поднимать уровень своего экономического суверенитета и быть более дееспособными, современными, придавать новые импульсы развития современных направлений экономики. Развитие экономики – это цифровизация, искусственный интеллект и так далее, генетика и так далее. Это сложная, большая работа. Сегодня на завтра этот вопрос не решишь, но надо двигаться по этому направлению. И интеграционные процессы, которыми мы занимаемся, они как раз посвящены именно этому – задачи повышения нашей конкурентоспособности. И на этой почве мы будем стремиться поднимать и уровень благосостояния наших граждан. Вот, собственно, мне кажется, это всё, что можно сказать в таком режиме пресс-конференции. Суть наших переговоров, как итог, вот большая часть времени была отведена экономическим вопросом, в том числе и санкционным давлением. Президент только что сказал суть. Что бы мы ни делали, как бы мы ни старались что-то сделать, хотя мы видим, прежде всего, свои интересы, свои народы и так далее, они всё равно найдут повод, чтобы и дальше углублять развязывание вот этой экономической войны. Это уже не просто санкции, это экономическая война, развязанная против нашего Союза. В этом суть. Что касается конкретики, Владимир Владимирович уже не стал говорить конкретно. Мы конкретно обсуждали некоторые темы, особенно важные. Допустим, вот вы напомнили о калийных удобрениях. Я благодарен, Владимир Владимирович, за то, что он непосредственно отдал команды, так как я попросил. Нам нужен порт. В нарушении международных соглашений нам закрыли те дороги и пути в порты, где мы работали. А это нельзя. Там, где государство, если не имеет выхода к морю, никто не имеет права закрыть этот путь, если ты имеешь выход к морю. Допустим, Россия имеет выход к морю, она никому не закрывает этот путь. Литва, Латвия, Украина имеют выход. Они закрыли это нарушение. Ну, я уже об этом не ору, просто напоминаю. Президент России отдал распоряжение, я его попросил, чтобы помогли нам россияне, не было волокиты в бюрократии, там дело не в деньгах. Деньги на это есть, чтобы мы на родине, под Ленинградом, под Питером могли построить свой порт и переваливать миллионы тонн грузов там. При мне были отданы распоряжения, чтобы немедленно это строительство началось. И мы будем грузить в течение года полутора, не знаю там сколько, вот посол сидит, он занимался этим вопросом, мы будем грузить там эти миллионы тонн грузов. Но если мы уже уйдем с Украины, Литвы, которая на 30% уформировала свой бюджет за счет нашего транзита, мы туда не вернемся. Поэтому мы выстоим. И очень правильно было сказано, какая была ни была ситуация, санкции это и момент возможности. И главное это импортозамещение. Обойдемся. Вот, Владимир Владимирович, 90%. Ну, останется на нас 10% на Беларусь, Россию по кооперации. Мы все равно выйдем из этой ситуации. Даже по самым чувствительным для нас, белорусов и прежде всего россиян, по самым современным и серьезным технологиям. Мы умеем делать все. Мы показали, это Россия. Пандемия началась. Кто первым вакцину произвел? Россия. Поставила белорусам следом мы, Владимир Владимирович, молодцы. 2,5 почти миллиона доз вакцин мы уже произвели в Беларуси по технологии России. И свои технологии создаем. Сумели сделать? Сумели. Сделаем и решим и другие вопросы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.